В общем-то, всем здорово, бродяки, с вами Бодяга. Сегодня у нас, не задавайте мне этот вопрос. Не знаю, как... Открыли. Серьезно? Открыли? Открыли комментарии? Да ты сейчас гонишь. Да ладно? Комменты открыли, братан! Комменты открыли. Я, я рад. Лично, я... Вот так вот напишу. Хотите, залайкайте. Все. Вот, 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 честно, вот, вот, я не знаю, найдете, залайкайте. Чуваки и девушки, конечно же. Сегодня, если что, выходит моя новая песня в 6 часов вечера. Поэтому, прошу, зайдите. То есть, после этого видео. Я надеюсь, что вы посмотрите. Все, погнали. Лайк! Всем привет, друзья, с вами Брайан. Добро пожаловать в один из самых ленивых форматов на Ютьюбе. Вопрос-ответ. На самом деле, причиной моего почти двухнедельного отсутствия... Отсутствие... Отсутствие... Отсу... Отсу... Отсутствие. Все правильно. Пф. Отс... От... Отсут... Да ты конишь, Макс, ну все. Каждым видео у меня дикция становится хуже и хуже. Отсутствие. Да? Да? Так вот. Видно, что меня не было двухнедельного отсутствия. Основная причина моего двухнедельного отсутствия, это то, что я снимал скетч. Так что те, кому интересно узнать, что сейчас происходит с Оливьей, Мэн, это круто. И Брайаном можете ждать выхода скетча, который выйдет уже... Я надеюсь... Да ладно! К этому времени, пока монтируют видео, я определюсь, как он выйдет и тут уже выйдет. Я надеюсь, сколько? 28-го? Еще 7 дней. То есть, на дату? Да, да, да. А я рад, а я рад, а я рад он скетч заснял. Ну а теперь к вопросам. И первый вопрос задает у нас Скайнютка, и она спрашивает... Когда сделаешь что? Скайнютка. Когда сделаешь лазерную коррекцию? А зачем ему лазерная коррекция? И что она делает? Для тех, кто не знает, у меня не очень зрение, минус 2,5. О, щет, да, кстати, можно на самом деле сделать лазерную коррекцию. Но жить можно! Я уже третий год хожу, проверяюсь, не смещается ли мое зрение в худшую сторону. Это нужно делать перед лазерной коррекцией, потому что если ты этого не сделаешь, и сделаешь лазерную коррекцию, то потом оно может у тебя сместиться, и в итоге операция будет бессмысленна. Ну не совсем, но почти. Так вот, третий год подряд у меня зрение стоит на одном месте, и, по идее, теперь я могу делать лазерную коррекцию. Но я не знаю, хочу ли я ее делать, потому что, в принципе, меня устраивает то, что я ношу очки или линзы иногда. Это уже далеко не такой уж для меня большой дискомфорт. Поэтому... А еще я смотрел видео... Я надеюсь, у Максима будете хорошо со зрением. Видео о том, как делают эту операцию. Плюс, все мы помним, что было в пункте назначения 5. Поэтому мне эта операция кажется немножечко жутковатой. О, щет, я помню. Главные качества женщины. Такой серьезный вопрос. Я считаю, что один из самых главных качеств, конечно же, уметь готовить и стирать. Вообще, любой человек вправе сам решать, что ему интересно, чем ему интересно заниматься. Ну, на самом деле, да. Если девушка не умеет готовить, то это... Это достаточно плохо. Я ненавижу. У меня сами... У самого родителей так делают. Вот это вот. Найди себе девочку, будь тебе готовить. Зачем? Вот почему должна быть какая-то причина? Почему бы, например, не сказать «Найди любовь в все свои жизни, с которой ты состаришься и умрешь в одном гробу». Обязательно нужно... В одном! Добавлять какой-то функционал. Человеку, если девушка, то чтобы тебя готовила, чтобы тебя убирала. В общем, вы поняли мою мысль? Поэтому, когда в очередной раз мама или бабушка говорит мне найти кого-то там, чтобы мне кто-то там готовил, во-первых, я могу сам это сделать. О-А-А! Ы-ё-а-а. Да, он может сам это сделать, сразу видно. Ну ладно, возможно, со мной это так не работает. О, вот это очень интересный вопрос. Точнее, это даже не вопрос. «Перечисли имена своих учителей из школы». О-о-о-мой бог! Да, точно, я бы тоже не вспомнил. Кстати, митя жаль, Макс. Башка. Ау. О-мой бог. И-ау. Ирина Андреевна, Людмила Ивановна, Надежда Михайловна... Всё. Татьяна Анатольевна... Ну и всё, наверное, я больше никого не помню. То есть ты запомнил самых грозных учителей, наверное. Но не то, чтобы самых грозных, а самых учителей, которые произвели на меня самое большое впечатление. Это учителя по географии, алгебре и английскому языку. Нет, в хорошем смысле, конечно же. Когда вернутся волосы? Уже вернулись. Чё-то слишком быстро вернулись, на самом деле. Ну, я думаю, они снова скоро съедут. Чё-то слишком быстро, реально. Не нравится им жить на моей голове. Куда бы ещё хотел полететь? Самое смешное, что две недели назад я хотел полететь в Испанию. Хорошо, что я это не сделал. Ладно, это очень смешно. Хорошо. Хочешь ли ты ещё какое-нибудь домашнее животное? По-моему, этот вопрос был в прошлом вопрос-ответе. Прошло уже, кажется, порядка полугода. Но моё желание только усиливается с каждым днём. Потому что с этим котом жить невозможно. И мне кажется, с собакой мне будет намного веселей, проще, удобней. Плечо будешь? Кусай плечо. Кусай. Плечо кусай. Ну. Кусай плечо, говорю. Ну. Давай. Ч... Не укусит. Видите? Хороший кот. Юга, ты стесняешься. Ты только что меня три раза за плечо укусил. А, она не хочет на камеру попасться, я понял. Умный. А сейчас сделает вид, что он хороший котик. Ты говно рыжий, я понял? Ха-ха-ха. Ладно, конечно, я люблю тигру и... Я не буду никому его отдавать. Я просто заведу собаку и... ... она и... Чствуешь ли ты шо... И вот так. Я тебя понял. Что устал от YouTube, в последнее время, да и вы наверное ребята тоже заметили... По тому, как я редко стал выпускать видео и активничать в социальных сетях, хотя в Instagram у меня всё нормально. Так что, подписывайтесь. Подписывайтесь на наш с вами инстаграм Когда-нибудь все-таки в этой жизни У меня выйдет там фотография Немного да, но на самом деле Я считаю, что это нормально И каждый ютубер со временем устает от этого Как, собственно, любой человек Устает от любой работы Потому что как бы я не хотел, чтобы это оставалось моим хобби Это все равно переходит в работу В любом случае И я считаю, что это нормально И у меня такое было несколько раз То есть у меня раз в определенный момент происходит Такое, что я устаю Обычно я просто даю себе время Возможно, меняю контент как-то Либо чуть-чуть, либо кардинально Вы знаете, как у меня на протяжении прошлых лет Менялся контент внезапно Вот как раз таки в эти моменты я понимал, что устаю от того, что я делаю И просто начинаю снимать совершенно другое Несвойственное мне Но при этом очень интересное Поэтому... Ну да, здесь Макс прав Последнее время у меня есть такое Он старается конкретно Я сейчас пытаюсь просто понять, что я вообще хочу делать Что я не хочу делать Я надеюсь, что скоро все нормализуется И видео будет снова выходить В какие компьютерные игры? Хоть бы Макс всегда был в Ютубе Игры играешь? На Ютубе Всегда снимал В последнее время ни в какие Но грёванный Бравл Старс Я ненавижу эту игру Да, 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 да Я тоже, я тоже играю в Бравлу Кстати, скоро видос выйдет по Бравлу Скорее всего 14,5 тысяч кубков Но это было просто потом и слезами И кровью Я ненавижу эту игру Я ее удалял наверное раз пять уже Я тоже удалял ее Я тоже удалял, было дело Молодец Максим Он шарит, он понимает Он тоже не играет Молодец Я рад за него, реально. И потом всё равно заново скачивал. Но я всё-таки добьюсь того момента, когда я удалю её и не буду играть в неё. Это же не реклама Бравла? Нет, нет. У него бы Бравл... Ему бы не хватило денег купить у него рекламу. Хотя нет, хватило бы, но ему это не надо, правильно. Целый месяц. А потом всё равно вернусь. Но зато этот месяц я проведу супер продуктивно. Как думаешь, кем бы ты стал, если бы не YouTube? На самом деле, я даже не знаю. Потому что я начал заниматься YouTube в том возрасте. Понятно, на улице кого-то режут. Слышите? Когда я ещё не знал, чем я мог бы заниматься помимо него. Поэтому, когда я дошёл до возраста, когда уже все мои одноклассники начинают задумываться, куда же им поступить и так далее. Я снимал видео на YouTube. И занимался тем, чем мне нравится. Снимать, писать сценарии, режиссировать скетчи, монтировать. Так что я могу стать и режиссёром, и монтажёром, и сценаристом. Может быть, херовеньким. Но всё же. Если я захочу развиваться в этом направлении, прям... Больно. Мне лучше вообще не развиваться. Я так что взял просто по телефону и ударил. Прогуливал школу? Если говорить о школе... Мне кажется, в школе, да, я тоже не прогуливал. Вот в колледже, да, я прогуливал колледж. Это за всё... За всё время моего существования... Хотя, не может быть, несколько раз было в школе. Слушай, не... Когда я приходил, набивал температуру себе, это вам лайфхак, как набить температуру. Берёте градусник, тупой стороной градусника бьёте об ладошку, и у вас повышается температура. Прогуливал, наверное, раз и два. Только я вам этого не говорил. А, ну три максимум. А если говорить о колледже, то лучше об этом не говорить. Да-да-да, Макс тоже в колледже пошёл, хорош. Когда я снимал первую часть «Дерзкая няня», я в это время должен был быть на паре по биологии. Но я ушёл с неё и защё заставил своих друзей уйти с неё и прогулять, чтобы помочь снять мне видео. Ммм, я не очень хороший друг, да? Один раз... Один раз я предложил прогулять своим одногруппникам пару, чтобы пойти в Макдональдс. Отдай брови. Ну, лови. Кто тебе Катя... Поймала. Клэп. Сводная сестра. Я тоже ваша... Не-не-не, погоди, знаешь, я много приду. Ну, лови. Ай! Ну, как вам? Нормально? Только вроде бы у меня их стало больше. Макс, как-то странно это получилось, ну ладно. Кто тебе Катя Клэп? Сводная сестра. Я тоже ваша сводная сестра. Просто... Сюрпризом! Ха-ха-ха-ха! Что произошло опять? Бог! 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 Он сидит прише ко мне. Най-й-ть! Что теперь кушаешь после отравления? Самое смешное, что я почему-то подумал, что это будет очень хорошая идея начать готовить самому. И есть еду, которую я приготовил сам После отравления Более того, я делаю это уже на протяжении недели Я готов... И правильно, да, я всегда тоже себе готовлю еду Панковый обманываю Готовлю себе сам Ну не всегда, конечно же, иногда заказываю Но по вечерам я готовлю себе сам И ем Приготовленную мной еду Вы знаете, как она у меня обычно выглядит Просто вот такой у меня капкейк, ребят Получился В розиках у меня даже неплохо получается Кто знает, возможно, рубрики брать Сегодня, повторюсь, сегодня выходит песня новая У нас с вами на канале 18.00 по Москве Пытаться готовить скоро не станет, потому что я научусь готовить Ну ладно, не будем о том, чего не произойдет никогда Поэтому, если вы видите это видео, смотрите сразу новую песню А еще слушайте, вы ее можете отмечать Там, потому что конкурс будет кое-какой в ВК Поэтому давайте ждите Сложно ли было фотографироваться? Кто за репосты? Я потом расскажу, короче, на стриме Сегодня будет 19.30 по Москве стрим Поэтому кто будет репостить эту песню Тому будет кое-какой приз Увидится Под водой? Да, многие из вас наверняка знают Про мою фотосессию подводную Очень крутая Кто не знает, в моем инстаграме она лежит Нет, не было по большей части стрёмно Хотя при условии того, что прямо надо мной висело огромное количество светового оборудования И в любой момент оно могло упасть в воду И меня ударило бы током Зато фотки бы какие получились Блин Надо попробовать Но в целом Это шутка, Ютуб Это шутка Скорее весело И интересно Я люблю такие Необычные штуки для меня делать Это очень интересно Соу Я думаю, на этом хватит Сегодня уже разгр... Угу Надеюсь, вам понравился этот выпуск Если так You know Что делать Не забываем, что скоро выйдет скетч Ну а я с вами прощаюсь С вами был, как всегда, я Брайан До скорой встречи Пока Ну, смотрите Вообще Вообще мне понравилось Прикольно Кстати, у меня там лайк еще хоть какой-нибудь появился на комментариях Хоть какой-нибудь лайк появился Два лайка Короче, чуваки И девушки Залайкайте Ладно, если найдете А я надеюсь, вы найдете Короче Мне понравилось, Брайан Я очень рад Реально Я очень рад Сегодня песня у меня новая выходит Прошу посмотреть Восемнадцать ноль ноль по Москве Вот И до новых видосов До Редактор субтитров А.Семкин